Работа егеря, она для души. Так говорит Владимир Шевченко. Уже 10 лет он охраняет животных от браконьеров в мамонтовском заказнике. А еще подкармливает их зимой. Главный враг, конечно, диких животных в наших местах – это температура воздуха. Как утверждают охотоведы-биологи, что минус 16 и ниже уже лосю плохо в водном смысле, в балансе водяном. Когда доступ к еде ограничен, лось замедляет ритм сердца и снижает температуру тела. Но зимняя подкормка – возможность снизить риск голодной смерти и остановить миграцию. Пока животные на месте, охотоведы считают следы. Закладываются маршруты для проведения учета. Зимой по свежему снегу проезжается по этим маршрутам и на этих маршрутах считается количество пересечений. Далее есть специальные формулы, методика, по которым рассчитывается карточка по каждому маршруту. Копытные животные копытят, чтобы добраться до травы. Но зимой из-за снега это сделать практически невозможно, особенно косулям. Поэтому их от смерти спасает сток сена. Следы животных считают вокруг. Всего в заказнике 12 кормушек и через каждую проходит маршрут зимнего учета. Чтобы наполнить их, нужно запасти тонну сена, полторы тонны ячменя и это не считая соли. Они же пустые были. Съедено было все. Они были заряжены. Я очутывался за них. А вот соль, смотрите. Соль хорошо лежит лосяшем. Задача лесников – сохранить популяцию животных на должном уровне и чтобы те не пополнили собой красную книгу. Своевременная подкормка способствует тому, что копытные не покидают территорию заказника и не мигрируют в поисках еды. Сегодня в Мамонтовском почти сотня лосей и косуль. Для 10 тысяч гектаров это норма. Более того, численность животных продолжает расти. Но ослаблять надзор нельзя, уверена егеря. Ведь гибнут животные не только от голода, но и от рук охотников, которые порой не знают меру. Анастасия Наборщикова, Вадим Быстревский. День с толком.